Позвольте коротко обрисовать некоторые контуры приема, некоторые особенности, нюансы. Я не буду подробно повторять правила приема. Они размещены на сайте исторического факультета, на сайте центрального сайта центральной приемной комиссии. Я лишь коснусь тех нюансов, которые непосредственно связаны с историческим факультетом, а также остановлюсь на тех новшествах, которые введены в правила приема. Правда, сегодня электродом достаточно подробно о них сказалось немного, и, в принципе, они не столь принципиальны. Общие положения, связанные с приемом, остаются, в принципе, такие же, как и в прошлом году. Абитуриент может подать заявление одновременно не более чем в пять вузов и участвует в конкурсе не более чем по трем направлениям подготовки в МГУ. Ну, говоря о нашем факультете, на нашем факультете на ИСТВАКе реализуются два направления подготовки. Это история и история искусств. Это разные конкурсы, это разные стандарты, разные образовательные программы. Поэтому, допустим, поступая к нам, вы можете подать на историю, на историю искусства и еще на какой-то один из факультетов, который вы выберете. Кроме того, поступающий вправе подать заявление о приеме на различные формы обучения. То есть вы можете подать как на дневную форму обучения, так и на вечернюю. Вечерняя форма у нас сохраняется. Кстати говоря, один из немногих факультетов и есть вечерняя или очно-заочная форма обучения. Кроме того, поступающий может подать в рамках одного направления подготовки на различные программы обучения. У нас в рамке направления история, помимо общей истории, есть три контрактные образовательные программы, о которых вам сегодня расскажет эта история. История международных отношений, историко-культурный туризм и политическая история. Но, разумеется, для приема на первый курс абитуриент должен иметь обязательно среднее образование. Для людей, которые имеют уже диплом бакалавра специалиста или магистра поступления, на первый курс рассматриваются как получение второго высшего образования. Оно, вы понимаете, платное. При подаче заявления на бюджетные места, это сохраняется с года в год, абитуриент также автоматически участвует в конкурсе на договорные места. В случае недобора баллов на какое-либо отделение, но при определенном минимуме, который также обязательный для поступления на договорные, контракт, где места человек-абитуриент может предотвратить подозрение на контракт. Лица, которые имеют право на поступление без вступительных испытаний, а также лица, имеющие особое право, могут воспользоваться этим правом только один раз, подав документы только в один вуз и только на одну образовательную программу. Данные лица обязательно при подаче документов прилагают к диплому, к личному заявлению оригинал документов образования, а также предъявляют оригинал или копию документов, подтверждающих их особое право. То есть, если у вас есть какая-то льгота, особое право, или вы победитель Российской Олимпиады по истории, чтобы воспользоваться этим правом, вы обязательно должны прийти к нам изначально с аттестатом и отдать его, тогда вы будете участвовать, получите эту привилегию. Прием на первый курс бакалавриата проводится по результатам вступительных испытаний в форме ЕГЭ, которые подтверждаются свидетельствами 12, 13, 14 и 15 годов. И, кроме того, проводимых в МГУ дополнительных вступительных испытаний противонаправленности по истории и дополнительные вступительные испытания творческой направленности по истории искусств. В этом году искусствоведы вновь получили право на проведение своего дополнительного вступительного искусствами на творческой направленности, но в степи с двух частей сегодня об этом вам подробнее расскажет Иван Иванович. В прошлом году у искусствоведов такого испытания не было. Мы написали общий занят в месте с историками. Это было, мягко говоря, не очень удобно, потому что студенческий контингент абитуриентов на историю и на истории искусств весьма разные, как вы понимаете. Все дополнительные вступительные испытания в МГУ, бакалавриат, администратуру, на второй высший оценивается по 100-бальной системе. Высший балл. Стоп. Начало приема документов. В этом году чуть раньше начинается. Обычно из года в год комиссия начинала работать, приемная комиссия начинала работать 20 июня, но в этом году с 19 июня, исходя из того, что в этом году все сдвинуто чуть раньше, и в области зачисления тоже заканчиваются чуть раньше. А сроки завершения приема документов для искусствоведов, для тех, кто поступает на историю искусств, последний день, 6 июля. Это связано с тем, что искусствоведов фактически два экзамена. То есть вступительные испытания творческой направленности, да и творческой направленности, состоит из двух частей из устной и из письменной части. Для историков, где один экзамен, соответственно, последний день приема документов, как и в прошлом году, 10 июля. Вступительные испытания в бакалавриат проводятся с 7 по 24 июля, 2015 года. Исходя из опыта прошлого года, доведенной истории было 15 июля. 15 июля. Ну, в этом году будут разные. Это историков, которые искусствовали в экзаменах. Лица, проживающие дальше пятой зоны Московской железной дороги, обеспечиваются общежитиям, установленные в сроке. Права для победителей и призеров Олимпиад. В этом году расширен перечень Олимпиад, абитуриенты, победители и призеры которых имеют право на поступление без вступительных испытаний в случае совпадения профиля этой Олимпиады с направлением подготовки на исторические факультеты. Это по-прежнему победители и призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по истории, члены сборных команд Российской Федерации, которые участвуют в международных олимпиадах. Кроме того, сюда добавились победители и призеры четвертого этапа всеукраинских ученических олимпиад, но и числа граждан Российской Федерации, которые являются гражданами, исходя из федерального конституционного закона принятия в состав России и Республики Крым, члены сборных команд Украины, которые участвуют в международных олимпиадах, также из числа граждан, признанных гражданами Российской Федерации. Как я уже сказал, в случае совпадения профиля этих олимпиад с направлением подготовки в истории, они считаются без вступительных испытаний. Либо, если эти претенденты, этих абитуриентов не пользуются правом поступления без вступительных испытаний на исторические факультеты, они зачисляются с отчетом наивысшего результата ЕГЭ по истории. Что касается прав для победителей и призеров Олимпиад школьников, то победители и призеры Олимпиад школьников, входящие в перечень Олимпиад 2014-2015 год, принимаются в обмене на учение по программам бакалавриата по направлению подготовки, который соответствует профилю Олимпиады школьников, в соответствии с переченью льгот, который утверждается в Центральной приемной комиссии. Сегодня Виктор Антонович сказал, в принципе, как обычно, Центральная приемная комиссия оглашает, объявляет эти льготы не позже 1 июня. 1 июня. Ну, как правило, Сергей Павлович уже об этом сказал, мы, исторический факультет, всегда ставили право для победителей Олимпиад школьников первого уровня это поступление без вступительных испытаний. Но, к сожалению, уже в течение трех лет ЦПК не идет нам навстречу в этом вопросе. Обычно оно дает нам такую привилегию 100 баллов, подовые и участие в конкурсе на общих основаниях. Ну, кроме того, победитель и призер Олимпиад школьников по истории для получения льгот и для поступления неоплодимо наличие результатов ЕГЭ по истории не ниже 65 баллов. Это новшество было включено еще в прошлом году и оно подтверждается в этом году. 65 баллов для активизации этой льготы. Сегодня предполагается, что в первый уровень Олимпиад по истории, а мы даем всегда фокус-летворадовскую доставление льгот для победителей Олимпиад первого уровня, туда войдут Ломоносов по истории, по истории российских государств и ПВГ, Покаре Воробьевой горы и телевизионная гуманитарная игра школьников умницы и умники, социальная и гуманитарная наука. Возможно, перечень будет расширена. Ну, для сведения, в 2014 году, в прошлом году, количество победителей и призеров Олимпиад первого уровня, в том числе, Всероссийской Олимпиады школьников по истории зачисленных Олимпиад составило 58 человек. Это 45% от приема. То есть, почти половина первокурсников, которые вот сейчас дают сессию, они победители и призеры различных Олимпиадов. Достаточно высокий, как вы понимаете, уровень. В этом году входит в такое понятие, как индивидуальные достижения. Об этом сказал сегодня Виктор Антонович. За Олимпиадские достижения, они описаны в мульти-19 правил приема, а также за значок ТТО, который появился, вернее, восстановился не так давно, начисляется, например, 4 балла. Если аттестат с отличием, 6 баллов. И если выпускник школьных пишет сочинение, и предоставляет ему успешно пишет сочинение, ему начисляют 10 баллов. Лица, которые имеют индивидуальные достижения, предоставляют им оригинал или копию документов, которые подтверждают наличие соответствующих достижений. То есть, тоже сочинение предъявляется. Как говорил Виктор Антонович, в этом году он не будет рассматривать, дополнительно проверять эти сочинения. Но, возможно, согласно измениться в последующий год. Особые права при приеме на обучение по программам бакалаврята в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период службы в армии, если им не показано обучение. Как и в прошлом году, квота для поступления лиц, имеющих особое право, составляет 10% от плана приема. То есть, если направление подготовки и истории у нас план приема 127 человек, то 12 человек, из них 13 человек отводится как раз под эту квоту. У висковедов, соответственно, план приема 28-3 человека. Но, как правило, как показывает практика, эта квота не заполняется. Людей, которые имеют особое право, намного меньше, чем отводимая им квота, поэтому те места, которые не разлыблены по этой квоте, как вы понимаете, уходят в общий фонус. План приема у нас не изменился. Вот по этой таблице оранжевым цветом выделены бюджетные места. История у нас 127, если учитывать соответствующую 10% квоту, 15% квоту для людей, имеющих особое право. И 33 на почнозаучное вечернее обучение. Но также пользуется популярность. Искусствоведы маленький, план приема 28 на день и 10 на вечер. Плюс у нас еще 3 контрактные отделения, на которых также достаточно большой прием, 25 и 15 контрактных мест. Коротко, общая ситуация с конкурсом в прошлом году. Какой был конкурс, какой был проходной балл. Взводные таблицы, которые вы видите сейчас перед собой, это показано весьма репрезентативно. На историю в прошлом году балл составил проходной на день 318. Надо сказать, что, конечно, по сравнению с 2013 годом балл существенно упал, понизился. Это было связано с рядом факторов. Не надо думать, что в этом году он будет такой же, таким же низким, наверняка он будет больше. Конкурс составил более 5 человек на место. 5,4 человека на место. На вечернюю формулу на историю балл 283. 283 конкурс составил более 11 человек на место. Вечерное отделение тоже пользуется популярностью, обладает определенными преимуществами, поэтому, тем более, есть факт, один из немногих факультетов, который имеет очно-заочной формы допустим, на филдхаке из-за того, что долгие годы там на год не было, просто вечернюю форму ликвидировали и сейчас есть такая тенденция, как вообще сворачивание на углу вечерней очно-заочной формы обучения, но тем не менее, пока она у нас есть. На историю искусств балл составил 321, на день, на день, кстати говоря, он был выше, чем в 2013 году, вообще искусств поведали год от года подтверждают тенденцию к повышению конкурса и к повышению проходного балла. Это отделение год от года пользуется все большей и большей популярностью. Конкурс составил почти 7 человек на место. На вечернее отделение 296 баллов, конкурс составил более 13 человек на место. Ну и, соответственно, контрактное отделение, как и любая, кстати говоря, платная форма обучения, проходный балл был установлен более 200, более 200, 205. И тоже был соответствующий конкурс, несмотря на то, что эти отделения платные. Ну, говоря о плате, которая сейчас установлена в МГУ и установлена на ИСТФАКе, она, кстати говоря, минимальная. Разница между дневным и вечерними формами обучения на дневное отделение сейчас 325 тысяч в год оплата по семестрам, а на вечерние 180 тысяч в год. То есть разница, конечно же, весьма ощутимая, весьма ощутимая. Ну, как показывает практика, в июне месяце всегда плата перед приемом немножко повышается. Электорат повышает, исходя из роста цены, инфляция и так далее в этот год, видимо, не будет, как вы понимаете, исключением. Хотя, электорат пытается минимально повышать плату, и так она достаточно высокая, как вы понимаете. Вот темы заданий ДВИ по истории в 2014 году. В прошлом году, как я уже сказал, историки и существоведы должны были решать один, так сказать, одно задание по двум вариантам. Ну, первый вопрос посвящен борьбе русских семейц внешне иностранном агрессии с монголо-татарской, с немецкой, шведской и так далее. В принципе, хороший вопрос, пользующийся популярностью у битурентов. Второй вопрос, как вы видите, достаточно специфический, требующий специальных знаний, достаточно детально развития путей и сообщения, либо административно-территориального отделения. Третий вопрос в этом задании явно неравнозначный. Новогорелевский процесс распад Советского Союза, создание СНГ, в принципе, хороший вопрос определенных хронологических рамках, но вот третий вопрос, который ему соответствует из второго варианта, политическое развитие Российской Федерации в 90-е годы. Огромный вопрос, по которому можно написать целый кандидат, с какой-то доктор на диссертацию. И четвертый вопрос, очень любая специально для искусствоведов, рост культуры в первой четверти или во второй четверти 18-го века. Максимальное количество баллов в прошлом году составило у нас 100 баллов, и проходной балл составил 33, то есть 33 и выше. 33 и выше. Ну вот, собственно говоря, все, что я вам хотел сказать по приему к общей такие моменты, к общей детали. Что касается зачисления, в этом году оно пройдет обязательно в два этапа. В прошлом в прошлом году обычно практика показывала, что на факультетах не было, ну на некоторых факультетах не было второй волны зачисления, потому что они закрывались в первую волну, люди переносили аттестант и выполняли план приема. В этом году обязательный порядок и для всех факультетов независимо от конкурса и так далее. Зачисления проходят в две волны. Первый этап зачисления это 27 июля, 5 августа. 27 июля объявляются и смещаются на сайте ЦПК писательства на списке поступающих. 29 июля завершается прием аттестантов улиц, обладающих правом зачисления безступительных испытаний в доме и призеров олимпиад школьников и также обладающих особым правом. Также у лиц поступающих по целевому набору так называемой цельюки 30 июля издается и смещается на сайтах соответствующие приказы приказа обладающих и 3 августа до 6 вечера формируется список первого этапа. Совершаются приемы аттестанов от лиц, которые включены в конкурсный список желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления по общему конкурсу до того, как эта квота не будет заполнена до 80%. 5 августа издается и замечается на сайте приказа обладающихся, то есть с 27 по 5 августа. И, соответственно, для тех, кто думает, для тех, кто, допустим, не попал в первую волну, который не представил кодовник аттестата, который еще куда-то поступает и думает о них, тогда предоставлена вторая волна зачисления с 4 по 7 августа, когда необходимо заполнить оставшиеся 20% плана приема за счет тех, которые не подали документы и так далее. До 6 августа до 6 вечера и все заканчивается у нас 7 августа, значительно раньше, чем в прошлые годы. В прошлые годы вторая волна зачисления заканчивалась 10 августа, в этом году все сдвинуто. Ну, на этом мне хотелось бы завершить свое выступление.